Добрый день, уважаемые коллеги! Радиологических аспектов биопсии сигнальных лимфоузлах делятся на макро, микро, субмикрометастазы. Также могут встречаться изолированные опухолевые клетки. Такой малый размер метастазов, ввиду различающих способностей методов, инструментальных методов диагностики, затрудняет их визуализацию с помощью, например, МРТ, либо ПЭТ-КТ. Соответственно, методика биопсии сигнальных лимфоузлов помогает нам установить статус пораженности данных лимфоузлов. Показаниями к проведению данной процедуры являются начальные стадии заболевания, то есть это первые и вторые стадии заболевания, также это состояние после уже проведенного оперативного лечения и также при возникновении местного рецидива заболевания. Противопоказаниями к данной процедуре являются распространенность заболевания, то есть доказанное поражение лимфатических узлов, либо каких-либо других внутренних органов. Также это выраженные рубцовые и воспалительные изменения в области интереса, в области самообразования, либо рубца, которые могут привести к нарушению лимфоотока. Сама концепция биопсии сигнальных лимфоузлов заключается в том, что при исследовании сигнального лимфоузла, если он является пораженным, то и весь бассейн лимфоузлов будет считаться пораженным. Данная процедура проводится в нескольких этапах. Первый этап – это радионуклидный, на котором мы производим выбор радиофарм препарата, его приготовление, введение пациенту и непосредственную визуализацию лимфатока с помощью гамма-камеры, либо аффект-КТ. Это хирургический этап с диагностикой и удалением лимфоузлов и непосредственный морфологический этап с гистологическим исследованием. Препаратов для исследования лимфотока существует достаточно много. В нашем центре мы используем такие препараты, как нанотоп, аллотех, нанотех с достаточно малым размером частиц. На примере препарата нанотоп я бы хотел рассказать способ его приготовления. Это первое – получение лимфоузлов и технец и при необходимости разведение его до нужного объема с помощью физраствора. Дальше лимфоузлов и технец добавляется к лимфоузлов препарата нанотоп, перемешивается и после этого непосредственно можно выфасовать в нужной активности и использовать для введения уже пациенту. Также стоит отметить преимущества данного препарата. Как я уже отмечал, они имеют достаточно малый размер частиц, соответственно, это позволяет нам увеличить частоту визуализации лимфоузлов. Также этот препарат достаточно прост в приготовлении, в нем отсутствует центрифугирование, нагревание, фильтрация, соответственно, достаточно быстрое приготовление препарата. И хотел бы отметить, такой препарат, как технефит, не рекомендовал бы его для использования картирования лимфоотока, так как он имеет достаточно крупный размер частиц. Это затрудняет его прохождение, соответственно, снижает частоту визуализации сигнальных лимфоузлов и он имеет определенные сложности в своем приготовлении. Непосредственно после приготовления препарата мы его вводим к пациенту и в данном случае мы придерживаемся определенных правил. Это внутрикожное введение препарата, как минимум на расстоянии 10 мм от интересующей нас области и введение препарата в несколько точек вокруг изучаемого очага. В данном случае мы придерживаемся правила циферблата. После введения препарата можно приступать к визуализации. Визуализация возможна в раннем периоде, через несколько минут после введения препарата, а также в позднем периоде через достаточно продолжительное время, час-два. Визуализировать лимфоток можно с помощью гамма-камеры, с помощью обычного планарного исследования в прямой и боковых проекциях. Но у больных меланомой кожи мы предпочитаем использовать методику АФЭК-КТ в виде явного его преимущества, так как мы можем оценивать одновременные ядерные данные и анатомические структуры, что позволяет нам визуализировать точную анатомическую локализацию выявляемого лимфоузла. К примеру, я хотел бы показать несколько пациентов, которых мы обследовали. В данном случае у пациента рубец на коже спины, после введения препарата мы визуализировали как раз-таки билатеральный лимфоток в подмышечную область. Здесь образование у пациентки на внутренней поверхности бедра. После классического введения препарата в несколько точек мы визуализировали лимфоток в паховые и наружные подвздошные лимфатические узлы. В данном случае у пациентки образование на спинке носа, также не отходя от правил, мы ввели препарат вокруг интересующей нас области и визуализировали билатеральный лимфоток в поднижнечелюстные лимфоузлы. Достаточно необычное расположение образования на ушной раковине. Также после введения препарата нами был визуализирован лимфоток в группу верхних юремных лимфатических узлов. И вот как раз таки хотелось бы отметить данного пациента. Как и раньше нам уже показали пациентов с обширными рубцами, к нам бывает тоже такие приходят. Это достаточно сложный случай. В данном случае у пациента обширный рубец после широкого истечения образования. В таких ситуациях мы стараемся уточнять либо у самих пациентов первичную локализацию очага, либо пытаемся контактировать с хирургами, чтобы уточнять интересующую их область и, соответственно, более точно производить введение препарата. В данном случае мы ввели препарат пациенту выше и ниже рубца. И помимо классического оттока препаратов подмышленной и паховой лимфоузлы, мы дополнительно визуализировали лимфоток в межрёберный и интракуральный лимфатический узел. Соответственно, можно подчеркнуть результаты исследования сигнальных лимфоузлов. В нами были обследованы 18 пациентов и почти в 100% случаев с помощью препарата на анатоп мы визуализировали сигнальные лимфатические узлы. В общем-то, стоит отметить, что данная процедура доступна и является эффективной методикой для оценки статуса лимфоузлов у пациентов. И, как уже отмечали ранее, здесь обязательный мультилицеплинарный подход к данной работе. И также хотелось бы сказать несколько слов о таком методе, как ПЭТ-КТ с турдезокси-глюкозой. Это достаточно хороший метод и может широко использоваться у больных меланомы кожи. Основными показаниями к его назначению являются, так скажем, раздвинутые стадии заболевания, то есть третья-четвёртая стадия для установки распространённости процесса. Также это оценка эффективности лечения и для диагностики рецидива заболевания. Сама методика ПЭТ-КТ основана точно так же на одновременной оценке как ядерных данных, так и анатомических структур. В данном случае я говорю о ПЭТ-КТ с использованием турдезокси-глюкозы, что позволяет нам оценивать метаболическую активность какого-либо очага и, соответственно, сносить это с анатомической структурой. На данном слайде вы можете увидеть достаточно высокие показатели таких характеристик, как чувствительность и специфичность ПЭТ-КТ по сравнению с другими инструментальными методами обследования. Также хотелось бы отметить, что для первичной диагностики ПЭТ-КТ не используется. То есть при начальных стадиях заболевания, первое и второе, как уже отмечали ранее, показана сама методика биопсии сигнальных лимфоузлов. При стадиях заболевания, когда мы уже подозреваем более широкое распространение, при третьей и четвертой стадии, мы можем назначать ПЭТ-КТ. Для примера я хотел показать данную пациентку, которой с помощью ПЭТ-КТ, помимо первичного очага на коже левой пяточной области, были визуализированы дополнительные очаги на коже подколенной области. Это был вероятный внутрикожный метастаз. И, кроме того, что самое важное, был визуализирован подколенный лимфоузел с повышенной метаболической активностью, и нами он был расценен именно как вторично пораженный. Также ПЭТ-КТ, как уже отмечал, в высокочувствительности помогают нам визуализировать вторичные очаги любой локализации, разве что за исключением головного мозга. Так как головному мозгу метаболическая активность физиологически повышена, нам это затрудняет визуализацию очагов гиперметаболизма глюкозы, и все-таки методом выбора здесь остается МРТ. Также, как я отмечал ранее, ПЭТ-КТ может использоваться для оценки эффективности проводимой терапии, как химиотерапии, так и иммунотерапии. Результаты, которые мы можем визуализировать с помощью ПЭТ-КТ, это полный метаболический ответ, частичный ответ, стабилизация и прогрессирование заболевания. Данный результат обследования устанавливается на основании выявляемого общего метаболического объема опухоли и, соответственно, оценки его динамики, то есть его увеличения или уменьшения. На данном слайде я хотел бы вам продемонстрировать пример частичного метаболического ответа у пациента с динамическим наблюдением. С каждым последующим исследованием вы можете увидеть уменьшение метаболического объема опухолевой ткани и, соответственно, снижение ее метаболической активности. На данном слайде я хотел продемонстрировать пример прогрессирования заболевания, то есть на фоне проводимой терапии также каждые три месяца пациент обследовался, и мы можем визуализировать появление множественных новых очагов и, кроме того, увеличение метаболической активности и объемов ранее выявляемых очагов. Также не стоит забывать, что при проведении иммунотерапии возможно возникновение такого эффекта, как синдром вспышки или синдром псевдопрогрессии. Данный феномен может быть обусловлен тем, что при проведении иммунотерапии в очаг, во вторичный очаг, да, в метастатический, поступает большое количество иммунных клеток, которые сами по себе имеют высокую метаболическую активность, и, соответственно, за счет них происходит увеличение объема метаболического очага, метаболического объема очага. В данном случае показано приведение повторного ПЭТ-КТ-сканирования также по стандарту через 2-4 цикла терапии, и, как вы можете наблюдать на третьем изображении, происходит уменьшение и исчезновение количества метаболических очагов. Также хотелось отметить, что при проведении иммунотерапии возможно возникновение таких побочных эффектов, как эндокринопатии, это тиреоидит, панкреатит, воспалительных каких-то процессов, это пневмония, синавиты, лимфоденопатия по типу 40-х, дозы, калит. Соответственно, мы точно так же это можем визуализировать с помощью ПЭТ-КТ и оценивать динамику и этих процессов. Ну и в завершении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что методы радионуклидной диагностики имеют существенное значение в определении тактики введения пациентов с меланомой кожи посредством визуализации сигнальных лимфоузлов и установления статуса их пораженности. И с помощью ПЭТ-КТ в оценке распространенности процесса, оценке динамики терапии и также с помощью диагностики рецидива заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.